Российские и зарубежные уличные художники собрались на фестивале «Самара Граунд Арт-2021». Мастера творили прямо на стенах городских объектов, превращая их в настоящие произведения искусства. Известный российский каллиграфист Пакрас Лампас, к примеру, раскрасил объект сини-серебряными иероглифами, посвятив работу первому космонавту Юрию Гагарину. Если говорить о тексте, который там написан, то работа посвящена Юрию Гагарину и посвящена фразе, что космос один для всех, и он должен служить всему человечеству. На мой взгляд, эта фраза прекрасно говорит о том, что мы всегда смотрели в небо, мы всегда смотрели в будущее, но мы всегда смотрели в будущее с точки зрения гармонии людей, с точки зрения взаимопонимания, с точки зрения объединения друг с другом. А вот Луис Мартинс приехал на фестиваль в Самару из Бразилии. Художник уверяет, что очень рад возможности побывать в России и поделиться своим видением уличного искусства с окружающими. Эти девушки – собирательный образ, это не какие-то известные люди. При создании своих работ я использую референсы, фотографии. Это поток моей мысли, моя абстракция. Это идея, созданная моим мозгом. Я не использую какие-то скетчи. Это свободный стиль в рисовании. Кажется, что в мире современного искусства есть абсолютно все. Однако по-настоящему талантливые люди всегда знают, как удивить публику. Например, страница в Instagram Match with Art наполнена удивительными образами, идеально сочетающимися с живописными работами. Аккаунт введет француженка, работающая в аукционном доме. Чтобы сделать один снимок, требуется немало времени и усилий. К выбранному полотну, скульптуре или инсталляции девушка сперва подбирает подходящую одежду, которая должна стать продолжением произведения искусства. Когда необходимый наряд готов, нужно подгадать время, чтобы рядом с полотном не было людей. Лишь тогда можно снимать. На снимках француженки в основном работы современных художников. Однако есть здесь и картины знаменитых живописцев. Например, «Полинезия неба» Анри Матиса или «Водяные лилии» Клода Мане и «Лето» Пьера Бонара. Также у девушки есть любимые совпадения. Например, с фиолетовой пустотой чешского художника Яна Калаба. И еще один из понравившихся образов в духе картины «Электрические призмы» Сони Делане, 1914 год. Ученые с проекта «Ксенос», который является резидентом технопарка Якутия, открыли необычный способ утилизации пластика. Исследователи обнаружили, что личинки жуков из семейства чернотелки, а также большой восковой моли способны переваривать полистирол. Ну, примерно 300 червей за три дня утилизируют 50 грамм полистирола. Но очень всегда у нас разные показания даются. Очень много переменных. Это влажность, это температура, это плотность популяции, это тип пластика, это даже день недели, освещенность. Все играет свою роль. В настоящее время ученые продолжают свой эксперимент. Сейчас перед молодыми людьми стоит амбициозная задача – перевести их научное открытие в максимально прикладную плоскость. Наша цель – выделить бактерию, которая будет без участия этих зоофобосов, личинок и мученика, без его участия прямым путем наносить на пластик. Есть же гель или спрей, которым вы каждый день в супермаркете или дома обрабатываете руки. Такой спрей хотим сделать из бактерий или из их ферментов, в которых опрыскиваешь на пластик, а и пластик плавится. И пока ученые ожидают ответа на свою заявку на патент по проекту «Ксенобокс», изобретение уже собрало более 500 заказов в интернете. Данная разработка еще не существует нигде в мире. Она является уникальной. То есть мы к ней только идем. И если мы будем первыми, то это будет крупным достижением не только для Республики Сахай-Якути, но и для России и мира в целом. Обычно в их возрасте дети просто ходят в школу, а свободное время тратят на игры и развлечения. Но 14-летний Ишант Хакур и его 9-летняя сестра Аанья не такие. Они владельцы целой компании по добыче криптовалюты. По словам молодых предпринимателей, которым на двоих нет и 24 лет, они зарабатывают тысячи долларов в месяц. А началось все с того, что дети решили просто попробовать майнить биткоин в начале 2021 года. Впервые я начал майнить еще в феврале 2021 года, когда увидел, что цены на биткоины сильно подскочили. У меня были свободные деньги, и я решил инвестировать их в криптовалюту. Из-за высокой цены на крипту мне оказалось выгоднее купить оборудование для майнинга и самостоятельно добыть первые биткоины. Свои первые инвестиции в маленький семейный бизнес дети получили от родителей. Дело в том, что их отец – крупный инвестиционный банкир в Индии. Теперь продвинутые Ишан и Аня добывают биткоин и эфириум – основные криптовалюты. «Сначала мы взяли небольшой кредит у своего отца, чтобы заплатить за некоторые видеокарты. Но постепенно, по мере того, как мы начинали зарабатывать все больше и больше денег, мы начали вкладывать все деньги, которые мы зарабатываем на этих видеокартах, обратно в компанию, чтобы со временем мы могли зарабатывать больше». В настоящее время молодые индейцы владеют целой фермой по майнингу. В собственном доме они разместили множество ригов – специальных устройств, объединяющих в себе по несколько мощных видеокарт. Дети не хотят останавливаться и мечтают создать по-настоящему международную компанию. Тысячи жёлтых резиновых утят усеяли в минувшее воскресенье поверхность реки Грейтстор в городе Кентербери на юго-востоке Англии. Здесь проходили ежегодные соревнования, посмотреть на которые приходят взрослые и дети. В рамках турнира в воду сбрасывается около четырёх тысяч резиновых утят. Каждому из них присвоен порядковый номер. Любой желающий всего за один фунт может стать спонсором одной из игрушек. Победителем становится тот, чья утка раньше остальных достигнет финиша. Обладатель первого места получает приз в размере 250 фунтов – это примерно 25 тысяч рублей. Серебряный призёр награждается 100 фунтами – около 10 тысяч рублей. А те, кто займёт третье и четвёртое места, получат подарочные карты. Остальные собранные деньги идут на благотворительность. Кроме того, попытать счастье можно не только индивидуально, но и, например, всем офисом, проспонсировав корпоративного утёнка за 25 фунтов. Победителю достаётся ящик шампанского. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова